Всем привет! Меня зовут Наталья. Сегодня у нас с вами пустые баночки за первую половину января. Начну вот с такой коробочки. Это у меня закончился нативный бьюти-комплекс от Ботель. И тут у нас был сбалансированный экспресс-комплекс специально для женщин, 30 дней для полного восстановления. Там три таблеточки, одну утром, одну вечером и одна понедельник-среда-пятница капсула. Очень странно было сделано то, что не на весь курс как бы рассчитано эти капсулы остались на понедельник-среду-пятницу. Ну да ладно. Что из положительного? Ну, наверное, только то, что чуть-чуть ногти у меня стали крепче. Больше ничего я не отметила. Волосы как выпадали, так и выпадают. Причем у меня очень интенсивное сейчас выпадение. И, наверное, ну как-то я бы... У меня есть еще одна упаковка, но я-то как-то вот не знаю даже, рекомендовать или нет. Потому что цена небюджетная. Где-то 1600, по-моему, это стоило или 1800. Я вот сейчас не буду врать. Сниму отдельный обзор, расскажу про него поподробнее, наверное, чтобы было, если кому-то интересно, чтобы было это все как бы уже более, так сказать, информативно. Взяла на замену сейчас вот такой вот витафитамин. Тоже ботель. И тут у нас 19 капсул. Это комплекс нативный витамин и усиленный фитоэкстрактом пролонгированного действия. Здесь, я так понимаю, что больше направление на... То есть, если это бьюти, то тут больше направление на усиление иммунитета. То есть, в период простуд, вирусов и всего прочего. Я сейчас еду в Москву опять и поэтому... В Подмосковье, точнее. Поэтому решила вот такой вот комплекс пропить. Читаем состав. Тут и каркума, и витамин С, гингобелоба, Пэшки, Пэшки, фолиевая, витамин Е, Дэ есть, липориевая кислота, инозид. Тут, в общем, много всего интересного. Надеюсь, как-то что-то мне поможет. Ну, 90 штук тоже хорошая, как бы, да, история. На 3 месяца, как раз на курс приема. Мне доставалась вот эта вот штука по какой-то там у нас программой идет в ботель. Для начинающих это 299 рублей. Так, это то, что по здоровью. Дальше. Мыль нарыльный. Вот такой вот от Эйвен закончился гель для душа, клубничные мечты. Ну, такой себе, знаете, не прям такой уж сильный клубничный. Мне не нравятся эти упаковки. Очень сложно открываются. Пахнет слегка химозненько, но ничего так. Ну, не сильно, как бы не сушил, но иногда было что-то. Не знаю, такой. Я бы не повторила. Просто когда-то занималась, когда я Эйвен, то я покупала, да, себе заказывала. А сейчас, ну, бежать за ним заказывать я, конечно же, не буду. Может быть, когда-нибудь, если буду оформлять заказ, то возьму тут еще чуть-чуть осталось даже. Как-то я нерационально использую. Так, дальше. Для тела еще вот такой кафе-мими скраб, кокос и папайя. Очень вкусный пах. И очень такой мелкозернистый, приятный по ощущениям. Не сушил кожу, хорошо скрабировал. Классный скраб, рекомендую. Очень крутой. Он такой вот маслянистый. То есть после него кожа прям такая увлажненная, гладенькая, классная. И вот эти скрабирующие частички, они растворяются, потому что там, по-моему, сахар идет. Или, вот я еще не буду брать сахар, там, или соль. Ну, в общем, классно очень работает. Мне понравилось. Еще удобно то, что маленькая упаковочка. То есть быстро все это закончилось. И уже так, ну, как бы, не люблю большие упаковки. Надоедает. Что-то у меня сегодня какой-то бардак получается. Так, давайте вот так. Дальше мне закончилась вот такая вот пеночка для умывания, для перл. Это у нас какой-то французский был бренд. Представлен в подружке. Тут даже написано, что импортер Табер Трейд. Это подружковская история Ленинской, Слобода улицы. И тут обычный мусс для лица, для всех типов кожи. Прикольно пенился. То есть, как бы, вы нажимаете, у вас сразу пеночка выходит. Очень удобно. Я умывалась сначала по утрам, потом и на вечер тоже не сушила. Приятная штучка в использовании. Но мне кажется, их сняли с производства, потому что я ее брала, как тогда, на скидке. Так, вот такой вот тоник у меня закончился. Тонер, точнее, Цикактив. Это Апью. И этот тонер уже тоже снят с производства. Очень классный. Он такой густой, насыщенный. Он как сыворотка. Его можно было использовать даже с масками, которые вот эти одноразовые, которые можно пропитывать. Очень крутой. Мне понравился. И вот такие вещи, они реально работающие. На летом можно было тоже вообще один его использовать. И ничего более. Классная вещь после масок. Ну, вообще просто. Ну, короче, мне очень-очень зашло. Надеюсь, что-нибудь будет в таком духе, может быть, еще. Или я просто еще не смотрела. Может быть, и выпустили даже. Для тела вот такой гарнир-минерал. Хороший. Мне понравился. Хорошо защищает. Ультрасухость действительно. Больше сказать нечего. Приятный, по-моему, даже и аромат. Так, вот такой Вита-Он. Нашла у себя в аптечке и измазала на шею. Это масло. Бальзам Караваева. Массинистая такая форма. Мне понравилось то, что у него ментоловый такой слегка аромат. И очень приятно было использовать. Я его когда-то давно брала для борьбы с акне. Конечно же, это вообще утопия. Масло на акне. Но как-то не помню, почему я на это повелась. Вот. И он валялся. Но, в общем, на шею добило вообще отлично просто. Вот такой вот крем Art Impact. С гиалуроновой кислотой. Тут 3D. Она еще такая короче вещь. Прямо увлажнялка, увлажнялка. В общем, сейчас я вам расскажу. По суставу тут способ применения. Бла-бла. Крем мне, в принципе, он вообще базовый, обычный крем. Ничего не делает сверхъестественного. То есть, как бы не ждите чуда. И он стал расслаиваться где-то к середине упаковки. Он прям стал как-то странно себя вести. Я его домазала на шею. На лицо больше не стало. Такое себе интересное кино. Так. Вот такой вот Baby Face. Или как? Я не знаю, как это правильно называется. Короче, маска James Solution. Мама называется. И это для сухой кожи. Для выравнивания тона кожи. Очень классная масочка. Мне понравилась. Она прям отлично напитала меня. И очень много осталось жидкости. Я использовала ее потом с маской, которая прессованная. Вот. И реально крутая. Вот James Solution. Мне все маски, которые я пробовала, очень-очень понравились. Так. Дальше. Что у меня? Ой, вот такую вот я использовала соль для ванны. Какая она крутая. Это просто что-то нереальное. Пахнет розмарином. И это так вкусно. Розмарин, гуарана и что-то еще очень вкусный аромат. Если вы увидите в подружке, то берите, попробуйте. Если вы такие вещи любите. Тут еще и мага не в составе. И она как бы такая слегка лечащая, я так понимаю, для расслабления мышц. В общем, крутая. Я прям оценила. Такие вещи не дешевые, потому что на один раз как бы, ну... Но иногда себя побаловать, я думаю, можно. Так, дальше. Что у меня тут? Что-то все в каком-то масле. Так, вот такой вот катрис-спрей для фиксации макияжа я отдам. Он у меня здесь еще половинка. Вот, сейчас протру и отдам. Он фиксирующий, он что еще? Ничего, просто фиксирующий. Мне он слегка щипал кожу. Как-то что-то я не поняла. С кокосовой водой он, с матирующим эффектом. И что-то там еще. Не знаю, отдам. Попробует девочка у меня, подружка. Пусть, может быть, ей зайдет. Так, вот такое вот масло от LPG для губ. Сейчас руки помою, не могу мне... А, у меня скраб протек, я поняла. Так, масло продолжаю для губ от LPG. Ну, наверное, больше нет, чем да, потому что какая-то странная история тоже. Какой-то он неудобный в плане вот этот формат. В общем, я не рекомендую. Просто масло, ничего оно особо не делает. И как-то не напитывает, ничего. Просто вот вы намазали маслом губы. Не знаю, как это еще объяснить. Не вкусу какого-то определенного, ничего. Так. Куда бы это мне все складывать уже? Тут вот так вот. Вот такой вот крем у меня закончился пептидный. Это полипептидный крем от Drunk Elefan. Это пьяный слон. У меня был в подарок в каком-то боксе. Очень крутая штука, вообще классная. Я бы хотела такой, наверное, полный размер. Но где это купить, достать, и за какие бешеные деньги, я не знаю. Поэтому я про него просто забуду пока. До лучших времен. От аморовицы я открывала вот такой вот тонер. Но я его еще не попробовала. Просто выкидываю коробочку. Это... О, не тонер. Это сыворотка с витамином С. Открыла тушь Dior. Вот так вот выглядит. Dior Show. У меня она в Миньке. Мне как-то давали ее в подарок. Icon Cover Curl. И она для... Ну, короче, она подкручивает. Мне не понравилось. Не зашла. И что у меня тут еще чуть-чуть? Вот такая Moonlight туалетная водичка. Это у нас Cosmogony. Ничего так. Мне понравилось. Интересный такой аромат. Но повторять как бы офлаконивать я не хочу. И вот такая вот тушь Анастасии Beverly Hills. Тоже у меня закончилась в мини-формате. Она очень странно себя вела. Она не... То есть она такая... Как это сказать? Короче, она мне не понравилась. Она осыпалась. Может быть, она старенькая уже. Она у меня давно лежала в запасах. Может быть, еще что-то. Как-то где фокус не хочет. Ну, в общем, такая пушистая кисточка. Ну, как-то не зашло. Не знаю. Не поняла. Вот. Ну, надеюсь, что это просто мне не повезло. И ничего плохого сказать как бы... Ну, не знаю. Короче, просто, наверное, старая. Реально. Вот. Получилось зафокусировать вам щеточку. Все. Вот такие были баночки. Спасибо вам за внимание. За то, что вы смотрели до конца. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok